Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Стоимость труда квалифицированных специалистов в России и в Китае практически сравнялась, пишет РБК, ссылаясь на исследования международной консалтинговой Хайгрупп. В прошлом году российский показатель был на 38% выше китайского, и Россия находилась примерно на уровне Польши, а теперь зарплаты польских высококвалифицированных рабочих превышают российские примерно на 30%. И ведь по большому счету можно трактовать эту новость по-разному. Не российская зарплата упала до уровня китайской, а китайская поднялась до уровня российской. Инфопресс Между тем с президентом России Владимиром Путиным пожелал встретиться папа римский Франциск. Встреча должна состояться в ходе его визита на Генеральную ассамблею ООН. Правда, если глава государства на нее не опоздает, пишет New York Times со ссылкой на посла при ООН архиепископа Бернандита Аузу. В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока в графике президента встречи с папа римским нет. Папа римский Франциск, кстати, уже дважды встречался с Путиным в ноябре 2013 года и в июне 2015. Оба раза российский лидер опоздал на встречу в первый раз на 50 минут, а во второй на час. Видимо, Путин пытался показать папе, что он ему не особо интересен, но тот так этого и не понял. Крым стал самым популярным туристическим местом в России. По результатам социологического опроса полуостров занял первое место среди мест в России, где больше всего хотели бы побывать граждане. Крым в качестве самого желанного пункта назначения указали 38% респондентов. На втором и третьем месте Санкт-Петербург и Сочи 31% и 30% соответственно. Увидеть Москву больше всего хотели бы 22% опрошенных. Вообще же, думается, у Крыма просто не было других вариантов, как стать самым желаемым местом отдыха, потому как на фоне санкций он стал чуть ли не единственным доступным. Инфопресс Встретил человека, который объяснил, как решить проблемы страны. Приводит в своем твиттере шутку зампред областного правительства Алексей Вершинин. Но возглавить правительство он пока не готов. Надо таксовать. Удачи в делах. Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Редактор субтитров А.Семкин